Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы начинаем с вами исследование книги «Деяния апостолов» на библейском интернет-портале экзегет.ру. Итак, книга «Деяния апостолов». Это, пожалуй, единственная книга Нового Завета, где излагаются последовательно хронологические, исторические события. Действия разворачиваются от города Святого Иерусалима до Рима. Здесь достаточно много новых имен, которые в Новом Завете не встречаются, и с ними мы знакомимся только в книге «Деяния апостолов». В основном книгу «Деяния апостолов» встречаются 95 имен, 54 города, 32 местности. В основном книгу «Деяния апостолов» можно разделить на две части. С первой главы по 12 повествуется о церкви, о церкви апостольской проповеди в Палестине, а в главах с 13 по 28 в основном все посвящено миссионерским путешествиям апостола Павла в Мало-Азии, Греции и по Восточному Средиземноморью. Автором книги «Деяния апостолов», конечно же, является Дух Святой, как и всей книге Божественного Откровения и Священного Писания. По человечеству автором является Евангелист Лука, и мы видим, что это как бы продолжение Евангелия, третьего Евангелия от Луки, когда Евангелист Лука из 70 апостол обращается к некому достопочтенному Феофилу. Так и начинается книга «Деяния апостолов», первая глава, с этого обращения. Первую книгу написал я тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которые он избрал, которым и явил себя живым по страданиям своим со многими верными доказательствами в продолжении сорока дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. Собрав их, повелел им не отлучаться из Иерусалима, но ждать обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Он крестил вас водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали его, не говоря, не все ли время, Господи, восстановишь ты Царствие Израиля. Мы видим, что Евангелист Лука сначала начинает с обращения, как я уже сказал, некому достопочтенному Феофилу. Далее он переходит и цитирует фактически прямую речь у Господа и Спасителя Иисуса Христа, то, как Христос обращался к ученикам и что было главной его темой после воскресения и до вознесения. Это событие, которое здесь описывается, явление Христа ученикам, это событие после воскресения Христова и до его вознесения. Вообще первую главу, которая содержит 26 стихов, можно разделить на три части. Первая — это обращение Христа к ученикам. Вторая часть — это вознесение Господа и Спасителя Иисуса Христа. И третья часть — это избрание вместо отпавшего Иуда, 12 апостолов, избрание апостола Матфея. Итак, видим, что Христос наставляет своих учеников и говорит им о Царстве Божьем и о крещении Святым Духом. Но мы видим, что апостолы, они задают все тот же вопрос, который они задавали в Евангелии, еще не будучи просвещены Святым Духом. Не си ели и не сича шли, Господи, Ты установишь Царство Израилем. Мы видим, что все их мечты и чаяния до просвещения Святым Духом так и остаются земными. Они только и ждут какого-то земного благополучия. Так бывает и с современными людьми, которые себя считают верующими, но которые часто увлекаются Духом века сего, различными политическими партиями, и их, в общем-то, вера превращается в такую политическую игру. Они начинают думать, как здесь устроиться лучше на земле, совершенно забывая о Царстве Божьем. Православному человеку не чужда забота и любовь к своей родине, к своей семье, к своему городу, где он родился, но, тем не менее, здесь не должен быть перекос. Нельзя заперегать телегу, как говорят, впереди лошади. Сначала Бог, потом семья, а потом все остальное. Итак, мы видим, что Господь обращается к своим ученикам. Свидетель Анзатауст пишет по этому поводу, цитата, здесь можно видеть исполнение на деле тех пророчеств, то есть первые в книге «Деяниях апостолов», какие Христос возвещает в Евангелиях истину, сияющую в самих событиях, и большую в учениках перемену к лучшему. Действительно, о чем я и говорил, что сейчас они пока еще мыслят по земному, произведенную в них Святым Духом. Итак, продолжается Свидетель Анзатауст. «Христос говорит ученикам, всякие верующие в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит». Евангелие от Анна, 14-12. «И предсказал им, что поведут вас к правителям и царям, что станут бить в судилищах и в синагогах, что они подвергнутся зашесточайшим мукам, над всем восторжествуют, и что проповедано будет все Евангелие Царствия во всем мире». Все это, равно как и еще большее другое, что Он говорил, обращаясь к ученикам, представляется в этой книге, исполнившимся со всей точностью». Конец цитаты. Итак, мы видим, Христос обращается к ученикам, говорит о главном, что с ними будет, это крещение Святым Духом. И вот интересно, что Беда Достопочтенный здесь замечает в этих словах, и нас как бы призывает и говорит «заметь», цитата, «заметь», что Он говорит, что начал Иисус делать и учить. «Вначале делать, а потом учить». Ведь Иисус, став для нас примером доброго Учителя, учил только тому, что Сам делал». Конец цитаты. Действительно, в святоотеческой литературе мы часто встречаем такое научение нам с вами отцов Церкви. Они говорят о том, что прежде чем ты что-то сам не сделал, не учи этому. Прежде чем ты сам не испытал. Поэтому мы с вами, братья и сестры, прибегаем к учению отцов и прибегаем к литературе святоотеческой и литературе, в общем, к литературе отцов Церкви, к патрологии, скажем так, потому лишь, что мы сами очень многие вещи, которые стараемся учить, вот я имею в виду себя, преподаватели, не проверили это на своем опыте. Поэтому все мы с вами учимся, все мы с вами учимся из священного писания отца в Церкви, как нам совершать, как говорит Господь, совершайте спасение свое со страхом и трепетом. Итак, мы читаем далее. Он же сказал им, да, посему они говорят, не когда-то восстановишь царство Израиля, и Господь им отвечает. И сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. То есть Господь говорит не то, чтобы Он не знал, когда будет Его Второе пришествие, но Он говорит, не ваше дело. Он только повелевает Своим ученикам не отлучаться из Иерусалима и ждать обещанного пришествия Святого Духа. Потому как в книге, например, Второзаконе, 29 глава, 29 стих сказано, что открытое принадлежит нам и сынам нашим, а сокрытое принадлежит Господу Богу Твоему. Открытое нам дано для того, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Потому как есть тайны Божии. Это только для протестантов или еще каких-нибудь, может быть, сектантов. Все сразу понятно и ясно. Раз, два, три. И все, в общем-то, как два прихлопа, три притопа. Десять шагов в Царстве Божьем. Нет, действительно, на самом деле, многое, что нам открыто, но есть и тайны Божьи, сокровенные, которые для нас сокрыты, опять же, по милости Божьей и для нашей же и пользы. Далее мы видим, что евангелист Лука пишет, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями. Видите, для чего снисхождение Святого Духа. Для того, чтобы мы были свидетелями Господа даже до Иерусалима и даже до края земли. Раньше Господь говорил, что будете мне свидетели, в Иерусалиме на путь к язычникам не ходите, в города не ходите языческие. Теперь говорит, даже до края земли. Кому дается это повеление? Только ли апостолам? Нет, не только. Все мы с вами при святом крещении, в котором происходят два таинства, водное крещение, крещение покаяния Иоаннова, и крещение помазания миром, Святым Духом. Все мы с вами в той или иной степени носители благодати. Просто каждый в церкви служит по-своему, но к общему делу. К какому? Тому, которому Христос поручает своим ученикам. Быть свидетелями даже до края земли. В Дианих Апостолов мы увидим, что, чтобы не было препятствия для свидетельствования, даже был избран специальный чин дьяконский, дабы печаться о столах, и, как сказано, дабы не было нам препятствия в благовестии. Поэтому все в церкви служит лишь к одной цели. Какой? Снова повторю. Данной самим Господом и Христом. Будете мне свидетелями даже до края земли. Или, как в Евангелии сказано, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Сына и Сына и Духа, уча их соблюдать все, что я заповедовал вам». Итак, далее, 9 глава. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло их из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения, его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Си Иисус, вознешшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видите его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. Очень важное здесь повествование о вознесении Господа Иисуса Христа. являются два ангела и дают нам тоже очень важное понимание второго пришествия Христа. Потому как есть сегодня люди, например, Виссарион Минусинский, он сказал, что он Христос, и начал строить город Солнца, такой лже-христос. И таких лже-христов, в общем-то, в истории было множество, и Христос о них предупреждает. Между прочим, в Евангелии от Матфея, в 24 главе, что явятся лже-христы и лже-пророки, дадут великие знамения, то есть даже чудеса будут творить так, чтобы привлечь даже и избранных. А избранных — это нас, потому что мы уже как бы в церкви и крещеные, чтобы привлечь даже избранных. И Христос предупреждает в этой же 24 главе. Если вам скажут, что вот он там, Христос, где-то в потаенных местах, или еще в каких-то скрытых комнатах, или там в пещере, или в пустыне, не верьте и не ходите, потому что будет пришествие Христова видно, как молния бывает видно от востока до запада. И сказано, и узрит его всякое око. То есть это будет величайшее событие в истории земной цивилизации, когда Христос на облаке, как сказано, придет, и узрят его все. То есть это будет такое знамение, что не будет такого, что ни один человек мертвый из гробов восстанут, и все увидят пришествие Господне. Поэтому здесь ангелы, они как служебные духи, они напоминают, да, здесь вот явившись во плоти, как мужи, они напоминают слова Христа, о которых он предупреждал, что так же явится Христос, как он и вознесся, не где-то там как-то тайна. Это важно. Это важно нам с вами понимать для того, чтобы мы не верили различным таким вот спекулянтам и еридикам, которые говорят по этому поводу, как вот и Виссарион этот, уже Христос из Минусинска. Итак, придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иоанн, Андрей, Филипп, Фомавр, Фоломей, Матфей, Иаков, Алфеев, Симон, Зилот, Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении. То есть мы видим, что они исполняют слова Христа, пребывают единодушно в молитве и молении. Подчеркивается, видите, в молитве и молении. То есть говорится и об общей молитве, и о личном молитвенном состоянии. Молитве и молении. И некоторыми женами, Марией, Матерью Иисуса, и с братьями Его. И в те дни, очень важно, что здесь упоминается, что Пресвятая Богородица, которая вместе была и с апостолами. В те дни Петр, став посреди учеников, сказал, было же собрание человеку около 120. Мужи-братья надлежало исполнится тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам, и получил жеебень служения сего, но приобрел себе неправедную мздою, землю неправедную мздою, и, когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на их отечественном наречии названа Акел-дама, то есть земля-крови. В книге же Псалмов написано, да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой. Итак, надобно, чтобы один из тех, который, находясь с нами во все время, когда пребывал и общался с нами Господь Иисус Христос, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в котором Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих, Иосифа, называемого Варцавою, которая прозвана Иустом, и Матфея, и помолились, и сказали, Ты, Господи, сердцевидец, всех покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал, принять жребий сего служения и апостольство, от которого отпал Иуда, чтобы идти вместо свое. И бросили жребий о них, и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к одиннадцати апостолов. Апостолам очень важная речь апостола Петра. Видим, что он как первый среди равных наступает перед этим обширным собранием, как сказано, сто двадцать человек, и говорит, что нам необходимо исполнить пророчество и восполнить слова, которые сказаны у псалмопевца Давида. Он приводит псалмопевца Давида о том, чтобы восполнить это число, число избранных, от которых Иуда отпал. И еще одно очень важное здесь указание. Он говорит, чтобы этот человек был свидетелем, то есть очевидцем. Всегда говорю, вот и апостол Иоанн Богослов. Он, например, начинает свое послание с такими словами. Первое послание. Что мы видели, что слышали, что осязали наши руки. То есть очень важно для апостолов было именно присутствие. То есть свидетель может быть тот о Христе, тот, которого увидел. Поэтому мы в православной церкви, в церкви Христовой, всегда говорим о важности апостольской преемственности. Нет апостольской преемственности. Нет Христа в церкви. По сути, христианство, претендующее на христианство, те люди, которые говорят, что они церковь, но не имеющие апостольской преемственности, это, по сути, христианство без Христа. Вот смотрите, так и говорит в Первом Соборном Послании святого апостола Иоанна Богословна. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, осизали руки наши, осло и жизни. Ибо явилась жизнь, и мы свидетельствуем, что видели, что слышали, что осизали наши руки. Нельзя быть свидетелем. Вот, например, кто-нибудь шел по улице, и там какой-нибудь ДТП. Мы часто можем прочитать в газете или где-то в интернете, кто был свидетелем в это время. То есть свидетелем, кто видел. То есть нельзя быть свидетелем тот, кто не видел. Итак, ставят апостолов, двух человек, которые были достойны этого, и видим, что они бросают жребий. Они это делают еще по ветхозаветной практике. Видим, что еще не было просвещения Духом Святым. Они делают по ветхозаветной практике, бросали жребий тогда, кто будет священно действовать. И жребий пал на Матфея. И он причислен к двенадцати апостолам. Вот по этому поводу об отпадении Иуды есть такие предостережения у отцов церкви. Например, святой Иероним Стридонский пишет, нужно быть на страже. Вот его цитата. Не только в то время было сказано об Иуде, но и говорится до сих пор. Если Иуда потерял апостольство, то пусть священники и епископы остерегаются, как бы и им не потерять своего священства. Если пал апостол, то монах может пасть еще легче. Добродетель не погибает, даже если падает и погибает человек. Однако, Господь дает свой динарий под проценты. Если человек не двоит их, то отнимается его богатство и дается имеющему. Богатство Господа не может не приносить дохода. Конец цитаты. Почему отпал Иуда? Очень многие люди говорят о том, только ли по пророчеству. Нет. Была ли у него свобода? Конечно, была. Бог бы все так устроил, что мог бы Иуда спастись. Мы помним, что когда Христос приходит, он предавать Христа. Помните, что Христос, как он к нему обращается? Он ему говорит, «Друг, зачем ты пришел?» Называет его другом, тронуть его сердце, но сердце его очерствело. Он уже, даже слово Господа не смогло его обратить. Почему? Потому что он слишком увлекся веянием века сего, душевным, стязанием, стяжанием. Для него деньги встали на первое место. Он подумал, «Да, какая разница? Все равно Христос погибнет, ведь он сам говорит о себе, что его распнут на кресте. Ну, я ему помогу в этом». Такие лукавые мысли входили в его голову. Например, у апостолов есть такие слова, например, апостол Иуда пишет об этом в 1 главе 9 стихе, о душевности. Он перепутал духовное с душевным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумие и не может разуметь, потому что асем надо насудить духовно. Иуда все рассуждал по-плоцки. И вот что пишет. «Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевной, не имеющей духа». Например, 1 Иоанна 2, глава 19 стих делает вывод. «Они ушли от нас, но нашими они не были никогда. Если бы в самом деле нашими были, с нами бы и оставались, но они ушли». Иуда ушел. Причем кончина была настолько позорна. Но свято место пусто не бывает. Господь исполняет число, как и сказано, если отпадает человек, то Господь дает венец другому. И избирается Матфей, и восполняет число 12 апостолов. Вот такая первая глава. Снова повторю, делится как бы на три части. Обращение Христа к своим ученикам, наставляющих последнее наставление им о Царстве Божьем, вознесение Господа и Спасителя Иисуса Христа, и избрание апостола Матфея, дабы восполнить число вместо Иуды, отпавшего в своем предательстве. Возьмете Акаду Акаду Продолжение следует...